Далее год! Тем не менее, это те, кто у нас в первый раз, а может быть, просто не знают, что такое. Это традиция студентов завышенного обучения, как бы режиссер-юнка, раздавал в институте и праздникам, вот таким образом показывать свои работы. Возникла эта традиция давно, еще в 1974 году. Ну, студенты кафедры выехали на Чебокурское озеро. В тот период заведовал кафедрой Аркадий Александрович Равским. И вот так вот, в таком непринужденном формате, ребята сдавали свои творческие работы. Этот формат показался очень интересным. В тот раз были гостями и зрителями творческого показа «Умплекающие» в анатолии. Ну, понравилось. И начали проводить такие творческие показы каждый год. Проводили показы и летом, и зимой. Но в конечном итоге сложилось так, что показы сейчас проходят только на зимней сессии. Но, тем не менее, у всех курсов есть возможность показать свои творческие работы. У каждого курса есть свой объем, есть своя программа. Поэтому и сегодня вы тоже сможете посмотреть. Четыре работы, одну будет посмотреть. И еще три работы вам предстоит посмотреть. Итак, сейчас у нас выступление второго курса. Затем будет небольшой перерыв в полчаса. И после перерыва вы увидите игровую программу от третьего курса. Ну, а затем... Между прочим, у них будет вторая работа на этой сессии. Потому что одну работу они уже показали. Поздравим всех студентов с днем. Татьяны с двух студентов. Ну, а сейчас вашему вниманию будет представлена работа второго курса. Группа 204 РТПП. Итак, педагоги. Валерий Казымов, Мария Левченко, Нина Ягодеца, Наталья Скрипина, Александр Мардаза. Поплодисуем. Ну, а на газ они свой назвали так. Урок массового поражения. Встречайте. Добрый день, уважаемые зрители. Не прощай, а не это просто совет. Не так у нас. Смотри. Три семь. Добрый день. Раз, 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 раз. Дальше, дальше. Еще одна микрофона. Проверь, пожалуйста. Раз, раз, раз. Три, четыре, два, один. Пять. Восемь, девять, семь, шесть. Семь, семнадцать. Вы готовы? Да! Добрый день. Добрый день. Сегодняшнюю встречу мы начнем с эпиграфа. Я хочу учить искусству творения, произведения, искусства. Нет. Я хочу не учить искусству творения, произведения, искусства, а более высокому искусству, имя которому – изобретение праздников. Пять. Приделих. Ничто. Арь и супер-херроу. Арь и супер-ста. В совершенстве владеем телепатии. Борьбой дональских мальчиков. Упала шляпа, упала на пол. Фотографируем левым глазом. В правом печатаем фотографии. Плевками сбиваем вертолеты. Стреляем из любой пункты, причем из всех четырех дырок, сразу. Упала шляпа, усилий воли могу вызвать такси. Такси в бургах-то не заказывали? Нет. Меня 16 раз расстреливали. 47 пограничных собак загрыз на спектр. Кто-то мечтает стать... Я чинули, где-то моя волоса. Кто-то мечтает стать визажистами. Кто-то мечтает стать этими красивыми стилистами. Ну а кто-то режиссерами. Алло. Алло. Ну что, ребята, сделаем здесь шоу. Бэйк! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб КОНЕЦ Единое время кончилось, и то время, в котором мы живем, оно недействительно, оно бессмысленно, есть личное время, есть время нескольких в социальных групп, но общего нет, как и общих ценностей не существует. КОНЕЦ КОНЕЦ ФЕРТ КОНЕЦ СОЛЫ КОНЕЦ Сто лет прошло с тех пор, как в Советском государстве появились массовые праздники, послужившие основой сначала практического, а затем и теоретического освоения феномена советской праздничной культуры. Когда-то Роман Галак называл это явление народным празднеством, а Анатолий Луначарский массовым театром. Определения выстраивались в череду терминов и формул. Массовый праздник и массовое представление. Праздничный досуг и ритуально-обрядовые действия. Театрализованное представление и массовые действия. Анатолий Мазаев в своей книге пишет, «Характеризуя социалистическую революцию и оценивая ее значение, Ленин никогда не упускал из виду ее празднично-экзистенциальный смысл». Именно отчетливое понимание Ленинам того, что руководимая празднеством народная революция означает… «Крутой зверь, настоящий перелом в направлении подлинного обновления, жизни, быта, сознания и психологии массы!» Переход мировых людей от скачки аварии к активной политической борьбе. В Кремле и Народной форте политические решения – великие исторические задачи, рождающие героизм и возушевление. Рассвет всех жизненных способностей, воли, интеллекта, чувственности, фантазии. Яркое и максимально открытое появление социальной жизни – «Все это вместе взятое импульсное революцию еще в 1905 году» с выводом о самой революции действительно сильнейший мир. Людям к ней причастливы – мобучего праздничного импульса! Внимание, вопрос! Скажите, сегодня мы чувствуем этот импульс? А мы ощущаем потребности людей, народа! Мы осознаем ответственность перед историей! Мы окажемся изменниками и предателями эволюции, если не воспользуемся этой праздничной энергией масс и идти с революционным энергией массы безплощадной и вернолетной войны за его и решительный путь в Урановы Си! Согласитесь, мощь революционной риторики заряжает. Но не кажется ли, что мы сегодня долженствующие люди создавать этот праздник находимся в каком-то ином состоянии? Не об этом ли убедительно говорит наш немецкий друг Мальтерольф? Насколько стабильной оказалась официальная праздничная культура показал период после 1953 года. Началась, да, некоторая децентрализация. Советский праздник ландшафтный становился многосвоенным, расширились масштабы народных гуляний, но обе эти составляющие были заложены в праздничной календаре еще в 1930-х годах. Убедительный долг, кстати. Более того, книги, написанные действительно выдающимися практиками советской праздничной культуры в 1970-х и 80-х годах, зафиксировали сильнейший опыт советской революционной в течение 50-ти революционных лет. Было положено начало обучения новой профессии. Явление праздника требовало осмысления и соответствующего молочного аппарата. И это было сделано. Следом, в высшие издания, сформировавшие и установившие в определенной степени нешиблемые принципы и методы работы режиссеров праздника. В замечательных книгах Туманова и Шароева дается картина в стихийной истории праздников начиная с древних революционных серебряных революционных серебряных революционных серебряных революционных 80-го года. Огромный материал для тренировочного поля в серебряном салабейском. Внимание! Агресс! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста! А у меня вопрос! Можно ли утверждать, что мы добавили к практике и теории наших учителей что-то значительное? Аканская Так, ваше мнение Способны ли мы отразить движение жизни явления такова, как праздник? Аааааааа так, хорошо Итак, нас стало время следующей проверки пересмотрено теоретическо и тем более практических озноб конфессии. Преобразилась страна, изменились люди, трансформировался политический строй, информационные технологии и завоевания. Но стало время новых экономических отношений, культурных поисков и экспериментов. И поехали! Массовый праздник. Режиссура театра «Желонок» есть? Сегодня искусство массовых форм вступает в совершенно новую фазу. Да, новое время вас натребует, чтобы искусство вновь вышло на полочек. Но как от привычной формы массового зрелища перейти к массовому действию? То есть, как сделать, чтобы каждый зритель был не только потребителем, но и активным участником праздника? Это особенно важно именно сегодня, в эпоху массового подъема политических народов. Доброта, да-да-да-да, в эпоху развивающейся демократизации общества. Когда мы все участники одного всеобщего праздника. Праздника, свобода, мысли. Время надежды и мечтаний. Да, перестройка разрушила устоявшиеся основы праздничной культуры страны. Изменились требования массовым действиям. Началась трансформация праздничного календаря. Если мы, профессионалы, приходим на этот стремительно развивающийся праздник в жизни со своими вчерашними постановочными идеями, входившими от комерут, в принципе, то мы оказываемся просто лишним на этом празднике жизни. «Опыт последних лет» создали политическое, эстетическое и этическое воспитание народа. Внимание! АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание! Довольно, довольно этих советских революционных праздников хватит, хватит теории, эти книжки-мартышки, пособий над кровью, а выходите в шоу! Привет! Что же делать нам, Жорщин, уже в следующем пике? Предсказания футурологов третьей волны, например, Аурина Тофера, в развитии терроризации уже сбылись, человечество смело дефилирует, как сёрферы, покоряя четвёртую, пятую волны. И что ещё ждёт нас впереди? АПЛОДИСМЕНТЫ Произошли серьёзные политические события, изменились жизнь миллионов людей, продолжаются революционные взрывы сигналов и культура и искусства распрощались. Произошли с капиталистическим реализмом, капиталистическим модернизмом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Советский праздник толкел объектом, вокруг которого в рамках официальной политики поощрения воспоминаний, приносит личных и общественных реминисценций. В этом смысле праздник был поводом для воспоминаний. Ну, конечно же, конечно же, вот она главная мысль – воспоминания. Петрович Васильевич попасал! Взаимодействуй! Многое из того, что было, сейчас заслужено забытое и нуждается лишь в изучении, но никак не в воспроизведении. Но есть и замечательные достижения, которые следовало бы вспомнить и извлечь их архивы. Зачем? А затем, что в нашей практике мы частенько открываем велосипед, и неполной традиции заложены старыми мастерами. Зачем, что это для Валентина? Зачем? Зачем вы devem break? Да. Зачем вы вновь изучаете историю? Союзом везетную герой мастерами. Поэтому это значит шок Вы сидите не на скулях, а на колок Так что не орите А мы продолжаем Ты любишь праздники, чтобы мы были на кеды Сколько в лесу пенёчков, сколько вам сыночков Сколько молитвочек, столько молитвочек Сколько сладких, никуда и пикал Лучше с вами, Дюймэй Ну что, дорогие друзья, мы с вами уже со всеми поздоровались Но у нас там время познакомиться Сейчас я попрошу всех девочек Девочки, вы где? А теперь только мальчики А теперь, пожалуйста, поаплодируйте только хорошие гости Девочки, вы получаете 37, девочки, приглядитесь Девочки, приглядитесь За это стоит Вы А мы Не волнуйся Молодцы, заливаем, убиваем, продолжаем наш праздник Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Именно в момент нарастающего развития точных наук и информационных технологий увеличивается вес гуманистических, гуманитарных ценностей. Умножаются средства, их хижают цели. Приходит понимание, что именно гуманитарный человек способен определять цели. Вносится размерный человеку смысл в растущие информационные потоки. Программенный космос предлагает, не откладывая в долгий ящик, решать проблемы трансформации гуманитарной основы цивилизации. Мы знаем программа воссоздания трансформативных гуманитарных наук, побуждающих к действию и обращенных в будущее. Гуманитарные науки, не ограничиваясь чистым исследовательским подходом, призваны изменять то, что они изучают. Даже исследуя прошлое, они так или иначе определяют будущее человечества. Если в гуманитарных науках нет места для будущего, в будущем не останется места для гуманитарных наук. Режиссура А режиссура – гуманитарная практика, способная внести свой склад в трансформацию будущего. Театр МАСС – народный массовый праздник, не единичное событие. Он – фундаментальная платформа существования и развития цивилизации. Он определяет наше будущее и будущее следующих поколений. И если мы сегодня не будем определять будущее место праздничной культуры, ее смыслы, формы, перспективы – это место может быть замыто. Но мы всегда есть место праздничной культуры. А в празднике всегда есть место праздничной культуры. Фальзу, 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 фальзу. Автор И я в 15 минут, спасибо!